Приветствую, друзья! Бытует такое мнение, что цыгане, проживающие на территории Российской Федерации, не служат. И не просто не служат, а даже не призываются в вооруженные силы страны. Давайте же разбираться. Для начала посмотрим с точки зрения социальных выплат. Известно, что средства федерального бюджета, а также региональных бюджетов щедро направляются на множественные социальные выплаты, которые есть в нашей стране. Так вот, цыганская семья – это многодетная семья, и ей полагаются выплаты через органы социальной защиты. А так как соцзащита – это государственный орган, то выплаты оформляются и выплачиваются только при предоставлении всех документов на получателя и его детей. А цыганские семьи эти вещи прекрасно знают и в обязательном порядке оформляют социальную помощь. Таким образом, получается, что у государства есть все документы на цыганских детей и их родителей, их место проживания, регистрации и банковские счета. Да, цыгане здесь находятся в довольно угнетенном таком положении, потому что они здесь не занимаются оружием, не занимаются наркотиками, эта ниша занята сербами. Мы с вами видим, что цыганская семья вполне влита в жизнь, и так как молодые люди 18-27 лет являются гражданами Российской Федерации, то не существует преград, чтобы их призывать в армию. Но с другой же стороны, особую роль играет их образ жизни. По обычаям, цыгане женятся в 13-14 лет, и к моменту наступления призывного возраста, молодой человек является многодетным отцом, и в соответствии с нормами и правами России, он уже не обязан проходить срочную военную службу. А к моменту окончания призывного возраста, к 27 годам, цыгане уже вполне могут стать молодыми дедушками. Какая здесь уже армия, подъемы, марш-броски? К другой причине можно отнести то, что есть все же цыганские родители, которые не оформляют документов на своих детей. Они и в школу не ходят, не стоят на учете в поликлиниках, нет их и в списках военкоматов. Получается, что вроде и человека нет. Однако есть и исключения. И цыгане по своей воле или воле военкомата идут все-таки служить в армию. Просто численность этой национальности на территории России всего от 170 до 180 тысяч человек, а мужчин призывного возраста и того меньше. Поэтому нам кажется, что цыган нет в вооруженных силах. Хотя нет-нет, да проскакивают единицы. Интересно было бы узнать у вас, друзья, кто-нибудь служил с цыганами? Непременно напишите ваши истории в комментариях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова